И мы к этому будем и дальше стремиться. Все же остальное это из области гипотез, как я сказал, и несостоявшихся вещей, поэтому об этом можно рассуждать в аналитических статьях, но бессмысленно говорить в режиме политической практики. Влияние же экономической ситуации на политические институты, оно еще более сложное. Поэтому, когда кто-то пытается выстроить вот такую схему, что не будь помощи, тот или иной политический режим бы уже закончился, он допускает одну ошибку. Это в теории так, а на практике все иначе. Это зависит от огромного количества факторов. Огромного количества факторов. И я не буду, естественно, анализировать под этим углом ситуацию в Беларуси или в другой стране на постсоветском пространстве. Но не все решают деньги. Очень многое зависит от политической культуры народа. Очень многое зависит от того, как настроены элиты. Очень многое зависит от образования. Очень многое зависит от деятельности средств массовой информации, вы не поверите. И вот только в этом случае можно говорить о том, что та или иная страна готова, допустим, к какому-то новому этапу в своем развитии или не готова. Или что экономика повлияла или не повлияла. Поэтому, мне кажется, мы должны смотреть в будущее. А вот это будущее должно быть партнерским, современным, как я уже говорил, и основанным на прагматическом, но доброжелательном подходе. Вот если мы этих принципов будем придерживаться, у нас будут стабильные и очень близкие отношения. В формате двусторонних отношений это сделать быстрее и легче, чем в формате союзного государства, где есть какие-то политические аспекты? Я уже сказал об этом. Вы знаете, я еще раз скажу. Я считаю, что союзное государство, какие бы мы не предъявляли сейчас претензии к каким-то элементам развития этого государства, но оно сыграло важнейшую функцию. Оно сблизило наши страны. Оно создало механизм для работы. Поэтому отход в обратную сторону был бы регрессом. Нам нужно союзное государство насыщать реальными полномочиями или модифицировать его как-то, сообразным интересам дня, допустим. Но во всяком случае уж точно нет смысла разрушать его и говорить о том, что давайте партнерствовать как-то по-новому. Но мы же понимаем, чем это заканчивается. Когда одни партнерские связи разрываются, а другие не создаются, значит, между странами возникают проблемы, между экономиками возникают проблемы, и люди от этого страдают. Это самое неприятное. Алексей Алексеевич, вы будете вопросы задавать? Если можно воздействовать. От имени белорусских. Понятно. Кстати, о средствах массовой информации, Дмитрий Владимирович. А как вы относитесь к тому, что вас называют блогером? Нормально отношусь, потому что я и есть блогер. Я же имею свой блог, значит, поэтому я блогер. Но, значит, особенный, наверное, блогер, все-таки у меня такое специфическое положение. Но в целом ничего зазорного не вижу в том, чтобы называться блогером. Ни для обычного гражданина, ни для президента большой страны. Кстати, у меня масса коллег-блогеров, значит, которые тоже имеют свой блог и занимаются этим не менее активно, чем я. Так что ничего плохого. Замечательно. Извините, можно уточнять еще вопрос? Ну, пожалуйста. Включая на вопрос Анатолия Просентьевича Гуляева, вы упомянули о том, что в Беларуси в следующем году будет наблюдаться экономический рост. Небольшой, но будет наблюдаться. В этом году, я сказал. Извините. В отличие от Российской Федерации, по вашему мнению, чем обусловлена такая ситуация? Чем обусловлена? Обусловлена несколькими вещами. Масштабами экономики российской, с одной стороны, и проблемами, с которыми наша экономика столкнулась в кризисный год. Избыточной экспортно-сырьевой ориентации нашей экономики. Я об этом откровенно же сказал некоторое время назад. И поэтому довольно существенным провалом, который мы наблюдали в ряде секторов нашей экономики, в частности, в металлургическом секторе, в автомобильном секторе и по некоторым другим видам производства, особенно в моногородах. Именно поэтому мы провалились больше, чем ожидали. Что же касается ситуации в Беларуси, то мне кажется, это связано с несколькими вещами. Но, во-первых, все-таки ваша экономика оказалась чуть более защищенной. И благодаря диверсификации производства, которая существует, и благодаря, может быть, тем решениям, которые принимались вовремя. Ничего не хочу сказать плохого о решениях, которые принимали белорусские партнеры. Мне кажется, они были современными и своевременными. Ну и, если хотите, благодаря определенной поддержке, которая была оказана белорусской экономике, в том числе со стороны Российской Федерации. Если бы нам такую поддержку кто-то оказал, сообразно масштабом нашей экономики, может быть, цифры нашего падения были бы чуть поменьше. А вот там у нас уже Ирина Олеговна хочет что-то спросить. Некоторые политологи считают, что отношения между Москвой и Минском осложняют непростые личные отношения между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Я бы просила вас прокомментировать это мнение. И каково влияние личных отношений политиков в белорусско-российском сотрудничестве? Вы знаете, я частично уже на этот вопрос отвечал, когда говорил о элементах полемики, которая существует, которая должна вестись, на мой взгляд, в корректных формах. Поэтому об этом помнить нужно всегда. Что же касается личных отношений, то, насколько я знаю, между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным были всегда нормальные партнерские отношения, когда мой предшественник работал президентом. Это не значит, что они не спорили. Они спорили, конечно. Это нормально абсолютно. Точно так же, как и у меня хорошие партнерские отношения с Александром Григорьевичем. Это тоже не значит, что мы никогда не спорим друг с другом и что мы во всем соглашаемся. Другой вопрос, что мне представляется. Очень важно воспринимать партнера не просто уважительно, но и пытаться слышать его. Это залог успеха. Но политике, и в этом я убедился уже сам, безусловно, личный фактор имеет значение. Отрицать это бессмысленно. Но он не является самодавлеющим. Приведу вам один простой пример, который я неоднократно уже приводил. У нас с администрацией Джорджа Буша, младшего, в личном плане были очень хорошие отношения. Теплые отношения. Что не помешало в какой-то момент нашим межгосударственным отношениям деградировать почти до уровня холодной войны. Вот, на мой взгляд, очень точный пример. Хорошие отношения между политиками, плохие межгосударственные отношения. Бывает иная ситуация. Между высшими должностными лицами прохладные отношения, а межгосударственные отношения, они на таком уровне находятся, что никакие прохладные отношения их не уничтожают. Но, конечно, когда и личные отношения между политиками, и межгосударственные отношения находятся в гармонии, это позволяет развивать в целом отношения между странами, между народами самым лучшим образом. Планируется ли у вас двусторонняя встреча во время вашего визита в Минск? Двусторонняя встреча с Лукашенко. Во время визита в Минск мы с Александром Григорьевичем так или иначе обязательно поговорим. Обязательно поговорим. Но так не бывает. У нас сейчас еще и даже формат окончательно не определен. Я, откровенно говоря, даже еще не знаю, когда я поеду. Я просто думаю, тут есть ряд идей. Но в любом случае такого не бывает, чтобы мы встретились и не поговорили. Это может быть более продолжительное время, менее продолжительное время. Но у нас нет дефицита общения. Мы встречаемся регулярно. Последний раз я у вас в гостях был. Мы так довольно плотно пообщались во время проведения учений. Потом виделись в Кишиневе. Там у нас был такой публичный вариант обсуждения, в том числе кризисных явлений в мировой экономике. Мы по телефону общаемся. Так что и у вас что-нибудь придумали. Ну, пожалуйста, давайте. Скажите, пожалуйста, какая роль военно-стратегическая составляющая в отношении стран? Не секрет, что наши соседи по НАТО, в смысле страны НАТО, очень болезненно отреагировали на недавнее учение. То есть увидели там угрозу для себя со стороны белорусско-российских. Спасибо. Вы знаете, очень важная роль военно-стратегической составляющей. Потому что мы...